А темой сегодняшнего разговора Владимира Путина с генеральным директором компании «Аэрофлот» стала доступность пассажирских авиаперевозок. Глава государства встретился с Виталием Савельевым в Шереметьеве. Президенту было доложено об активном пополнении воздушного парка. Закупаются новые лайнеры российского производства. Число самолетов «Сухой Суперджет» скоро достигнет 50 единиц. Планируется приобрести и столько же судов Як-242. Успешным признан проект отечественного лоукостера «Победа». В декабре был перевезен трехмиллионный пассажир. Приоритет отдается внутрироссийским направлениям, но есть и зарубежные рейсы. Обсуждались также цены на билеты и последствия прекращения деятельности «Трансайра». Какие особенности вы имеете на сегодняшнем рынке внутри страны? Особенно хотел бы вас попросить рассказать о том, как вы ощущаете уход такого крупного перевозчика «Трансайра». Вообще ваш оценка 17. Потом специальные тарифы, которые мы обладали для городов Дальнего Востока, для Крыма, для Севера. Уход с рынка «Трансайра» не вне существенных дисбалансов внутри России. К счастью, аэрофлот не стал монополистом. Если мы учитывать будем иностранные компании, которые также переводят россиян, то наша доля рынка оценивается в 37%. Что касается так называемых плоских тарифов, мы с вами в прошлом году поддержали эту идею. Мы увидели, что они востребованы, эти плоские тарифы. И мы их решили продолжить и на текущий год. И если мы летали с вами, как вы помните, в Калининград и Симферополь по 7,5 тысяч, то сейчас мы ввели низкий тариф зимний. В Калининград мы летаем 5 тысяч рублей туда-обратно, в Симферополь 7 тысяч рублей туда-обратно. Но мы должны тоже понимать, что мы не можем широко использовать плоский тариф, иначе мы подорвем просто конкуренцию на рынке. Поэтому мы дозированы в том объеме, как мы решили, мы эти рейсы осуществляем во всех городах. Обязательно нужно продолжать эту практику, потому что, конечно, никого нельзя на рынке подорвать. Но все-таки самое главное, что мы должны обеспечить, это возможность гражданам России передвигаться по собственной стране. Не должно быть таких мест, таких регионов Российской Федерации, откуда граждане не могут улететь и куда не могут прилететь. Поэтому, без всяких сомнений, так как это должно быть продолжено.